Слово второе, 259. Я пришел потребовать от вас прежде всего плодов того, что сказано было вашей любви недавно, так как мы говорим не для того, чтобы вы только слушали, но чтобы и помнили сказанное, и показывали то нам делами, или лучше не нам, а Богу, знающему сайны души. Для того наше поучение называется оглашением, чтобы оно и в нашем отсутствии возглашалось в душе вашей. Не удивляйтесь, что мы пришли требовать плодов от семян по прошествии только десяти дней, и в продолжении одного дня можно вместе посеять семена и собрать жатву, потому что мы выступаем на подвиге, опираясь не на свою столько силу, но и на помощь Божию. Итак, те, которые усвоили сказанное и исполнили на деле, пусть продолжают стремиться вперед. А те, которые еще не начинали этого доброго дела, пусть теперь начнут, чтобы последующим усердием отклонить от себя осуждение за беспечность. Да, можно, можно и тому, кто был весьма беспечен, вознаградить всю потерю прошедшего времени усиленным последующим усердием. Посему, говорит Салматевис, «Ныне, когда услышите голос Божий, нежесточите сердец ваших, как во дни гнева». Этими словами он увещевает и советует никогда не отчаиваться, но пока мы здесь, иметь благие надежды простираться вперед и стремиться к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. Будем же так поступать и исследуем название этого великого дара. Как неведение о величии сана делает беспечными тех, которые почтены им, так познание делает их признательными и располагает их большему усердию. С другой стороны, стыдно и смешно было бы, получивши от Бога такую честь, не знать, что значит ее название. Но что я говорю об этом даре? Если ты станешь размышлять об общем имени рода нашего, то и отсюда получишь величайший урок и увещание к добродетели. Это имя – человек. Мы определяем не так, как внешние язычники, но как повелевает Божественное Писание. Человек не тот, кто имеет только руки и ноги человеческие, и не тот, кто имеет только разум, но кто с ревностью упражняется в благочестии и добродетели. Так послушай, что Писание говорит об Иове, сказав, «Был некоторый человек из страны Уц». Оно не описывает его теми признаками, которые описывает человека внешне, и не говорит, что он имел две ноги и широкие ногти, но, соединяя отличительные черты о благочестии, говорит, «истинен, праведен, благочестив, непорочен и удаляющийся от всякого зла». Выражая, что это и есть человек. Так и другой говорит, «Бога бойся и заповеди его сохраняй». В этом все для человека. Экклесиастам 12.13. Если же название «человек» заключает в себя такое увещание к добродетели, то тем более название «верный». «Верным ты называешься, потому что веруешь в Бога, и тебе самому он верит, подавая оправдание, освящение, чистоту души, усыновление, царство небесное. Все это он верил и предоставил тебе, а ты со своей стороны веряешь и представляешь ему другое – милостыню, молитвы, целомудрие и все прочие добродетели. На что я говорю милостыню? Если ты подашь ему и чашу холодной воды, и это не погибнет для тебя, но и это он верно сохранит до того дня, и воздав с великим избытком. То и удивительно, что он не только сохраняет веренное ему, но и умножает это воздаяниями. То же повелел он и тебе по твоим силам делать с тем, что тебе верено, увеличивать святость, которую ты получил, делать более светлую праведность, полученную через крещение, являть более блистательным этот дар, как поступал и Павел, который последующими трудами, ревностью, усердием умножил все блага им полученные. И заметь, по течению Божие, он и не все дал тебе здесь, и не всего лишил, но одно дал, а другое обещал. Для чего же он не все дал здесь? Для того, чтобы ты показал веру в него, по одному обещанию его веруя в то, что ему не дано. Еще. А для чего, с другой стороны, он не отложил всего до той жизни, но даровал и благодать духа, и праведность, и освящение? Для того, чтобы облегчить тебе труды, и через то, что уже дано, возбудить благую надежду на то, что будет. Потому ты и будешь называться новопросвещенным, что у тебя всегда будет, если захочешь, новый свет, никогда не угасающий. Обыкновенный свет, хотя бы мы желали, или не желали, сменяется мраком, а это солнце не знает тьмы. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Действительно, не столько светел бывает мир при лучах восходящего солнца, сколько ясная и светла душа, получившая благодать духа. Вникнет тщательнее в природу вещей, ночью во время мрака, иной, увидев веревку, часто принимает ее за змею. От приближающегося друга убегает их от врага, и услышав какой-то шум, объемлется страхом. А днем не бывает ничего такого, но все является таким, каково оно есть. То же случается и с нашей душою. Когда несшедшая благодать изгоняет из ума тьму, тогда мы познаем точное значение вещей, и для нас становится ничтожным то, что прежде казалось страшным. Мы уже не боимся смерти, верно научившись от этого священного тайна действия, что смерть не есть смерть, а сон и временное успокоение. Не боимся ни бедности, ни болезни, и ничего другого подобного, узнав, что мы шествуем к жизни лучшей, нецленной, бессмертной и свободной от всякого такого нестроения. 261. Итак, не будем более прилеплять к житейскому, ни к роскошной трапезе, ни к драгоценным одеждам. Ты имеешь одежду важнейшую, имеешь трапезу духовную, имеешь славу высшую, и Христос для тебя все, и трапеза, и одежда, и дом, и глава, и корень. Все его во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Вот как он стал одеждой для тебя. Хочешь ли знать, как он делается для тебя, и трапезы, идущий в меня, говорит он, как и я, жив будет отцом моим, и тот будет жив мною. Он делается и домом для тебя, идущий мой плоть, во мне пребывает и я в нем. Так же и корнем. Я есть в глаза, говорит он, а вы ветви. Он же и брат мой, и друг, и жених. Уже не называю вас рабами, но друзьями. И Павел говорит, Я обручил вас единому мужу, девочистою, представив Христу. И еще, чтобы ему быть первенцем среди многих братьев. И не только мы братья его, но и дети. Все, говорит я, и дети, которых дал мне Бог. Исаи 8, 18. И не только дети, но и члены его, и тела его. Но находя все вышесказанное, как бы недостаточным, для выражения любви и благоволения, которое он являет к нам, он предложил и другое, большее и ближайшее доказательство. Назвал себя нашою главою. В Христианам 1, 22. Знаешь ты это, возлюбленный, воздавай своему благодетелю лучшим образом жизни. И представляя себе величие жертвы, украшай члены своего тела. Подумай, что принимаешь ты рукою, и никогда не допускай ей ударить кого-нибудь, чтобы не посрамить руки удостоившейся такого дара. Грехом биения. Подумай, что принимаешь ты рукою, и соблюдая ее чистой от любостяжания и всякого хищения. Помышляй, что не только рукою ты принимаешь, но и к устам приближаешь жертву, и соблюдая язык чистым от страмных и обидных слов, от богохульства, клятвок преступления и всего другого подобного. Так как гибельно тот язык, который служит столь страшным таинством, обогрен такой кровью и сделался золотым мечом, обращать в орудие злословия, оскорблений и посмеяния. Устыди с чести, которой удостоил его Бог, и не унижай его бесчестием греха. Обрати внимание также на то, что после руки и языка еще сердце приобщает с этого страшного таинства. И никогда не строй козни против ближнего, но соблюдай ум свой чистым от всякого злоумышления. Таким же образом ты можешь оградить и глаза, и уши. Разве не нелепо после этого таинственного голоса и нисходящего с небес, то есть отчерувимого, осквернять слух блудными песнями и развратными напевами? Не достойно ли крайнего наказания теми же глазами, которыми созертаешь неизреченные и страшные таинства, смотреть на блудниц и мысленно совершать прелюбодеяние? Ты, возлюбленный, приглашен на брак, не входи же одетым в грязные одежды, но возьми одежду в приличную браку. Если люди, приглашенные на чувственные браки, хотя бы они были беднее всех, часто заимствуют или покупают чистую одежду и таким образом являются к пригласившим их, то ты, приглашенный на брак духовный и пиршество царское, подумай, какую тебе нужно было бы купить одежду или лучше покупать не нужно, а сам зовущий дает тебе ее даром, чтобы ты не мог ссылаться и на бедность. Храни же ту одежду, которую ты получил. Если ты потеряешь ее, то уже не сможешь ни занять, ни купить ее, потому что такая одежда нигде не продается. Слышал ли ты, как некогда приглашенные к таинству стенали и били себя в грудь от угрызения совести? Смотри же, возлюбленный, чтобы и тебе когда-нибудь не потерпеть этого, а как не потерпишь, если не останешься от худой привычки козлу. Почему я и прежде говорил, и теперь говорю, и не перестану говорить, что кто не исправил своих нравственных недостатков и не приготовил себя к добродетелям, тот пусть и не крестится. Эта купель может отпустить прежние грехи, но немал страх и немаловажна опасность, чтобы мы опять возвратились к ним и чтобы врачевство не сделалось для нас язвою. Чем больше благодать, тем строже будут наказаны те, которые после того согрешают. 263. Итак, научимся отсюда не возвращаться к прежней блевотине, а что нужно наперед покаяться и отстать от прежних пороков и таким образом приступить к благодати, об этом послушай, что говорит Иоанн, и что верховный из апостолов, имеющий креститься. Первый говорит, сотворите достойные покаяния плоды и не говорите в сердце у себя, что отца имеем Авраама. А второй говорил, спрашивавшим им, покайтесь и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Кающийся уже не допускает тех дел, которые покаялся. Почему нам и заповедано говорить, отрицай из тебя, сатана, чтобы нам уже не возвращаться к нему? Как бывает у живописцев, так пусть будет и теперь. Все, положив доски, начерпив на них белые линии, изобразив старский образ, прежде нежели наведут истинные краски, со всей свободой одно стирает, а другое вместо того пишут, исправляя погрешности и переделывая то, что нехорошо сделано. Но когда наконец наведут краски, то уже невластно опять стирать и перерисовывать. Иначе они повредили бы красоту образа, и дело вышло бы дурное. Так точно поступай и ты, представляя, что душа твоя есть образ. И так прежде, нежели наведена будет на тебя истинная краска духа, изгладь находящиеся в тебе худые привычки, божиться или лгать, или оскорблять, или сквернословить, или смехотворствовать, или, если имеешь привычку, делать что-нибудь другое, непозволительное. Истреби эту привычку, чтобы после крещения опять не возвращаться к ней. Купель уничтожает грехи, а ты исправь привычку, чтобы когда уже наведенный краски и воссиял царский образ, тебе не изгладить его, и на данную тебя, Бога, красоту не наложить язвен и рубцов. Укроти гнев, угости ярость. Если кто причинил тебе вред или оскорбил, оплакивай его, а не досадуй. Сострадай, а не раздражайся. И не говори, душе моей нанесен вред. Ни чьей душе никем не может быть нанесено вреда, если мы сами не причиним вреда своей душе. А как я скажу, отнял ли кто у тебя имение? Он нанес не душе твоей ущерб, но деньгам. Если же ты будешь злопамятствовать, то сам ты нанесешь вред душе своей. Отнятые деньги не причиняют ей никакого ущерба, но еще приносят пользу. А ты не оставишь гнева, отдашь там отчет за это злопамятство. Злословил ли кто и оскорбил тебя? Он не нанес никакого вреда ни душе твоей, ни даже телу. А если ты наоборот стал злословить и оскорблять его, то сам ты причинил вред душе своей, так как должен будешь отдать отчет в тех словах, которые ты говорил. Это особенно я желаю внушить вам, что именно душе христианина и верующего никто не может причинить вреда, даже и сам дьявол. И не только то удивительно, что Бог сделал нас недоступными для всяких козней, но и то, что Он сделал нас способными к совершению добродетелей. Несмотря ни на какие препятствия, если только мы захотим этого, будем ли мы бедны или слабы телом, или отвержены, или незнатны, или рабы. Ни бедность, ни болезнь, ни уеха телесная, ни рабство и ничто подобное никогда не может быть препятствием к добродетели. На что я говорю о бедном и рабе и незнатном? Если бы даже ты был узником, и это не служит для тебя препятствием к добродетели. А как, я скажу, озорчил ли тебя кто-нибудь из сожителей и раздражил? Оставь гнев на него, разве узы и бедность, и уничиженное состояние препятствует тебе в этом? И что я говорю препятствует? Даже помогает и содействует к обузданию самомнения. Видишь ли другого благоденствующим? Не завидуй. И здесь бедность не составляет препятствия. Даже когда нужно тебе молиться, делая это с трезвенным и бодрым умом, и здесь не будет никакого препятствия. Оказывай всюду кротость, целомудрие и степенность. И для этого не нужна внешняя помощь. Величие добродетели особенное состоит в том, что она не имеет нужды ни в богатстве, ни во власти, ни в славе. И ни в чем другом подобном, а в одной только душе освященной, и не требует ничего больше. Смотри, то же самое бывает и с благодатью. Хром ли кто или лишен глаз, или увечен телом, или крайне слаб здоровьем. Никому из них благодать не находит в препятствии приходить. Она требует одной только души, принимающей ее с усердием. И это все внешнее оставляет в стороне. От мирских воинов для зачисления их войска требуется известная мера роста и телесное здоровье. И не только это нужно иметь, намеревающемуся сделаться воином, но и нужно быть свободным. А кто в рабском состоянии, тот отвергается. Царь же небесный ничего такого не требует, но принимает в свое воинство и рабов, и старцев, и расслабленных членами, и не стыдится никого. Что может быть человека любили этого? Что милосерднее? Он требует только того, что все от нас зависит, тогда как те требуют того, что от нас не зависит. Рабство и свобода не от нас зависят. Также высокий и малый рост, старость и цветущий возраст, и все тому подобное. Не в нашей власти. Но быть кротким и добрым, и тому подобное, зависит от нашей воли. Бог и требует от нас только того, что в нашей власти. Это весьма естественно, потому что он не для собственной нужды, а для нашего блага призывает нас к своей благодати. Тогда как цари, на службу себе. Притом те ведут на войну чувственную, а он на борьбу духовную. И не только во внешних войнах, но и в ротоборствах можно видеть такой же пример. Те, которые намереваются выступить на это зрелище, начинают подвиги не прежде, чем глашатый взяв их, обведет кругом перед глазами всех во слеза и говоря, не обвиняет ли кто его. Между тем, там борьба не духовная, а телесная. Для чего же требует доказательств к благородству? А здесь нет ничего такого. Все же напротив. Так как искусство борьбы зависит у нас не от рукопашных схваток, но от любомудрее души и доблести разума. Здесь распорядитель подвигов поступает напротив. Он не берет подвижника, не обводит его и не говорит, не обвиняет ли кто его, но называет. Хотя бы все люди, хотя бы бесы с дьяволом предстали и обвиняли его в крайних и гнусных преступлениях. Я не отвергаю его и не отвращаюсь, но избавляя его от обвинителя и освобождая от пороков, веду на подвиги. Это так и должно быть, потому что там распорядитель подвигов нисколько не содействует подвизающимся к победе, но остается в стороне. А здесь распорядитель есть соратник и помощник в подвигах благочестия, содействующий подвижникам в борьбе против дьявола. 265. И не только то удивительно, что он отпускает нам грехи, но и то, что не открывает их, не делает их явными и общеизвестными, и не заставляет нас выходить на средину и облеглять свои прегрешения, но повелевает отдавать отчет ему, одному, и исповедоваться пред ним. Если бы кто из мирских судей предложил кому-либо из пойманных разбойников или раскапать или могил рассказать свои преступления и таким образом избавиться от наказания, то они со всей охоты приняли бы это, презирая стыд ради своего спасения. А здесь не бывает ничего такого. Но Бог отпускает грехи и не заставляет объявлять их в присутствии других, но требует только одного, чтобы сам, получающий отпущение, познал величие дара. Посему не нелепо ли, что тогда, как Он благодетельствуя нам довольствуется одним нашим свидетельством, мы, оказывая Ему служение, стараемся иметь других свидетелями этого и делаем иное для показов. Итак, удивляясь Его снисхождению, будем оказывать должное с нашей стороны и прежде всего прочего будем обуздывать невоздержность языка и не говорить непрестанно, ибо от многословия при многословии не избежать греха. Если ты имеешь сказать, что они полезны, то раскрой уста. Если же нет ничего необходимого, то молчи, это лучше. Ремесленник ли ты? Пой, псалмы, сидя. Но ты не хочешь петь устами, делай это мыслью. Псалон великий собеседник, от этого ты не подвергнешься ничему опасному, но и в мастерской будешь сидеть, как в монастыре, потому что неудобство мест, но строгость нравов доставляет нам спокойствие. Так Павел, занимаясь рукоделием в мастерской, не потерпел никакого вреда для своей добродетели. Итак, не говори, как я, ремесленник, я, бедняк, могу любомудрствовать? Потому-то особенно ты можешь любомудрствовать, что для благочестия, бедности нам пригоднее богатства, и деятельность в праздности, а невнимательным богатство служит даже препятствием. Когда нужно укротить гнев, погасить зависть, обуздать ярость, совершить молитву, оказать скромность и кротость, благорасположение и любовь, тогда бедность может ли быть препятствием? Чтобы достигнуть этого, нужно не серебро расточать, но проявлять добрую волю. Милость и не особенно нуждается в деньгах, но и она в большом блеске обнаруживается при бедности. Так положившая два обола была беднее всех людей, однако превзошла всех. Итак, не будем считать богатство чем-либо великим и не станем думать, будто золото лучше грязи. Достоинство вещества зависит не от естественных свойств его, но от нашего мнения о нем. Кто тщательно будет исследовать, тот найдет, что железо гораздо необходимее золото, так как последние не имеют никакого приложения к жизни. А первое доставляет нам много пользы, помогая им в бесчисленных ремеслах. Но для чего я делаю сравнение между железом и золотом? Даже и простые камни нужнее драгоценных, так как из последних не может быть ничего полезного, а из первых сделаны и домы, и стены, и города. Покажи мне, какая может быть польза от жемчужин, или лучше, какого не может быть от них вреда? Чтобы тебе носить одно такое зерно, тысячи бедных томятся голодом. Какое же ты найдешь оправдание, какое прощение! Ты желаешь украсить лицо твое? Украшай его не жемчугом, но целомудрием и скромностью. Тогда мужу приятнее будет смотреть на тебя. То украшение обыкновенно дает повод к ревности, врождению, согласию и ссорам. А нет ничего неприятнее лица подозреваемого. Украшение же милостыней и целомудрием удаляет всякую худую мысль и привязывает супруга крепче всяких уз. Не столько природа делает лицо красивым, сколько расположение взирающего на него, а расположение обыкновенно ничем так не приобретается, как целомудрием и скромностью. Таким образом, хотя бы жена была красивою, но если муж чувствует к ней ненависть, то она будет казаться ему гнуснейшей из всех. Напротив, хотя бы она и не была благообразной, но если муж к ней расположен, то она будет казаться ему красивейшей из всех, потому что мнение зависит не от естественных свойств видимого, но от расположения видящих. Итак, украшая лицо целомудрием, скромностью, милостыней, человеколюбием, любовью, приветливостью к мужу, кротостью, смирением, терпеливостью, вот краски добродетели, ими ты привлечешь любовь не людей только, но и ангелов, за них восхвалит тебя сам Бог. Когда же Бог будет благоволить к тебе, то, конечно, он привяжет к тебе и мужа. Если мудрость человека просветляет лицо его, Экклесиаса 8.1, то тем более добродетель жены просветит лицо ее. Если же ты считаешь великим свое украшение, то скажи мне, какая будет тебе польза в тот день от этих жемчужин? И нужно ли говорить о том дне, когда можно показать все это в отношении к настоящему? Так, когда некоторые обвиняемые в оскорблении царя были привлечены в судилище и подвергались крайней опасности, когда их матери и жены, сняв с себя ожерелье, золотые вещи и жемчуг, и все украшения и золотые одежды, и надев простую и бедную одежду, посыпав себя пеплом, и поверзшись перед дверями судилища, таким образом преклоняли к милости судей. Если же из здешних судилищах золотые украшения, жемчуг и разноцветная одежда могли бы изменить и предать, а скромность, кротость, пепел, слезы и бедные одежды скорее склоняет судей, то тем более будет это на том неподкупном и страшном суде. Какой, скажи мне, ты в состоянии будешь дать ответ, какое оправдание, когда Господь станет осуждать тебя за этот жемчуг и выведет на середину бедных, погибших от голода. Посему Павел и сказал, не плетением волос, не золотом, не жемчугом и не драгоценными одеждами, так как с этой стороны может быть измена. И даже если бы мы постоянно пользовались ими, то при смерти, во всяком случае, лишимся их. Напротив, добродетель доставляет всякую безопасность, она не изменяет и не отпадает, но и здесь делает нас более безопасными и туда сопутствует нам. Хочешь ли приобрести жемчужины и никогда не лишать этого богатства, возьми все украшения и передай их через бедных в руки Христовых. Он сбережет для тебя все богатство, и когда тело твое воскреснет с великой светлостью, тогда Он достает тебе богатство лучше и украшение большее, нежели настоящее, ничтожное и смешное. Подумай, кому ты хочешь нравиться, и для кого надеваешь это украшение, чтобы канатчик, медник и лавочник взбирали на тебя, удивлялись. И ты не стыдишься, не краснеешь, показывая себя тем, которых не считаешь достойными даже твоего привета, и делая все это для них, каким же образом тебе презреть весь этот мнимый блеск. Сейчас ты вспомнишь слова, произнесенные тобой при совершении таинства, «Отрицаю с тебя, сатана, и гордыни твоей и служения тебе. Страсть к украшению, драгоценными камнями есть сатанинская гордость. Ты получил золото не для того, чтобы связывать им тело, но чтобы освобождать и питать бедных. И так чаще повторяй, «Отрицаю с тебя, сатана!» Ничего нет надежнее этого изречения, если мы будем оправдывать его делами». 268. Узнайте это и вы, намеревающиеся принять таинство. Прошу вас, потому что это изречение и есть договор с Господом. Как мы, покупая рабов, наперед спрашиваем самих продаваемых, желают ли они служить нам? Так делает и Христос, намереваясь принять в тебя служение. Он наперед спрашивает, желаешь ли ты оставить того свирепого и жестокого тирана и принимает от тебя договорные условия, потому что власть его не соединена с принуждением. И посмотри на человеколюбие Божие. Мы прежде, нежели отдадим плату, спрашиваем, продаваем их. И когда узнаем их желание, тогда и отдаем плату. А Христос не так. Но Он уже отдал плату за всех нас драгоценную кровь свою. «Сыной, — говорит апостол, купленный вы есть». И однако не принуждает тех, которые не хотят служить Ему. «Если не угодно тебе, — говорит Он, — и сам с тобой добровольно не хочет записаться на службу Мне, я не принуждаю и не заставляю». Притом мы отнюдь не решаемся покупать дурных рабов, если же когда и решаемся, то покупаем их с дурным намерением и такую даем за них и цену. А Христос, искупая рабов, неблагодарных и беззаконных, заплатил нас за них цену, как за самого лучшего раба, даже гораздо больше, столько большую, что ни словом, ни мыслью невозможно представить ее величие. Ведь не небо и земли и море дал Он, но что драгоценнее всего этого? Заплатил кровью Своею и таким образом искупил нас. И после всего этого не требует от нас ни свидетелей, ни рукописаний, но довольствуется одним изречением. Если ты скажешь от души, «Отрицаю с тебя, сатана, и гордыни твоей», то он получил все. Посему, скажем, «Отрицаю с тебя, сатана», скажем так, как имеющий сам в тот день отдать отчет в этих словах. И будем соблюдать их, чтобы этот залог возвратить тогда в целости. А гордыню сатанинскую составляет зрелище, конские аресталища и всякий грех, также наблюдение дней, ворожба и приметы. А что такое, скажешь, приметы? Иногда кто-нибудь, вышедший из своего дома, видит человека, одноглазого или хромого, и принимает это за дурное признаменование. Это сатанинская гордость, так как не встреча с человеком делает день дурным, но греховная жизнь. Посему, когда ты выйдешь, одного только берегись, чтобы тебе не встретиться с грехом. Грех подвергает нас падению, а без него и дьявол нисколько не сможет повредить нам. Что говоришь ты? Видишь человека и принимаешь это за признаменование. А не видишь все эти дьявола, как он вооружает тебя против того, кто не нанес тебе никакой обиды, как он делает тебя врагом-брату без всякого справедливого основания. Бог повелел любить и врагов, а ты отвращаешься и от того, кто ничем не обидел тебя, не зная, в чем винить его, и не подумаешь, как это смешно, как стыдно, а еще более, как опасно. Сказать ли еще нечто другое, более смешное? Я стыжусь и краснею, однако вынужден сказать для вашего спасения. Если встретится девица, то, говорят, день будет бесплоден, а если встретится блудница, то счастлив, хороший, весьма прибылен. Вы закрываетесь, ударяете себя в чело и потупляете взоры в землю. Но это нужно делать не тогда, когда произносятся слова, а когда совершаются дела. Посмотри здесь, как дьявол прикрывает свои козни, чтобы мы отвращались от целомудренной женщины и приветствовали и любили развратную. Так, как он сказал, слышал слова Христова, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем и видел, что многие преодолевали невоздержание, то он, желая другим путем опять ввести их в грех, внушил им через такую примету с удовольствием взирать на развратных женщин. А что сказать о тех, которые употребляют заговоры, привески, привязывают головам и ногам своим медные монеты Александра Македонского? Таковы ли, скажи мне, наши надежды, что после креста и смерти владыки нам полагает надежда спасения в изображении языческого царя? Неужели ты не знаешь, что совершил крест? Он разрушил смерть, подавил грех, упразднил ад, сокрушил силу дьявола? И неужели он не достоин веры в отношении к телесному здоровью? Он восстановил всю вселенную, и ты не надеешься на него. Чего же, скажи мне, ты достоин? И не только при резке ты употребляешь у себя, но и заговоры, вводя в дом свой пьяных и из ума выживших старух. И не стыдишься, не краснеешь после такого любомудря прилепляться к таким делам. И вот что всего тяжелее в этом обольщении. Когда мы увещеваем и отклоняем от него, думающие оправдываются, говорят, что женщина, заговаривающая таким образом, есть христианка, и ничего другого не произносит, кроме имени Божия. Но потому особенно я и ненавижу ее, и отвращаюсь от нее, что она употребляет имя Божие в оскорблении ему, что она, называя себя христианкой, оказывает дела языческие. И бесы произносили имя Божие, но оставались бесами. И они говорили Христу, знаем тебя, кто ты, святый Божий. И однако он запретил им и изгнал их. Посему увещеваю вас быть чистыми от этого обольщения и иметь при себе это изречение как бы жезл. Как никто из вас не решится выйти на площадь без обуви и одежды, так и без этого изречения никогда не выходи на площадь. Но когда ты намереваешься переступить порог к синей, чтоб произнести наперед эти слова «Отрицаю с тебя, сатана, и гордыни твоей, и служение тебе, и сочетаю с тебе, Христос». И никогда не выходи без этого изречения. Оно будет для тебя и жезлом, и оружием, и необоримым оплотом. Вместе с этими словами изобрази крест на теле своем. Тогда не только встретившийся человек, но и сам дьявол не в состоянии будет повредить тебе. Види тебя везде с этим оружием. Все это усвой себе уже с настоящего времени, дабы когда ты получишь печать, тебе быть готовым воином и, одержав победу над дьяволом, получить венец правды, которого досподобимся всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.